Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем серию интервью с участниками РМР-квалификации. Сегодня у нас в гостях своим присутствием порадует Абай Хосенов, он же Хоббит, легендарнейший человек в индустрии нашего СНГ киберспорта. Абай, привет! Не могу не спросить, как у тебя дела сейчас? Привет, все отлично! Привет всем! Привет тебе огромный! Спасибо, что позвали! Очень приятно! Абай, сразу же вопрос в лоб. Каково это, спустя довольно продолжительное время, почивать на лаврах топ-1 мира? Ну, это давно была моя цель, чтобы подняться на эту строчку, побить какие-то рекорды и удержаться на ней год-полтора. Первые этапы пройдены, сейчас самое сложное – это удержаться. Посмотрим, как пойдет. Слушай, а это же правда, что когда ты на топ-1, тебе всегда тяжелее именно удержать, чем догнать эту позицию, потому что к тебе как-то всегда по-особенному готовятся. Да, я уже говорил это в интервью ранее, что тяжело удерживаться на столь высоком уровне, потому что ты уже конкурируешь с лучшими командами мира, Астралис были лучшей командой мира, ты всегда равнялся им, смотрел их демки, воровал у них какие-то тактики, структуру. А сейчас же нужно уже более самим как-то импровизировать и придумывать такие моменты. Слава богу, что у нас есть такой аналитики-тренеры, я вам так скажу. Пока все нормально, но тяжелее моменты уже чувствуются. То, что какое-то есть давление не со стороны комьюнити, а именно со стороны топовых коллективов, потому что ты понимаешь, что они уже тебя чувствуют на карте. Уже немного сложнее в этом плане. Слушай, и тут сразу напрашивается вопрос, как бы ты объяснил фактор вашего успеха? Потому что многие, кого я спрашивал, говорят, слушай, мы не знаем вообще, за счет чего так выстрелила команда. Как ты думаешь? Ну, по-другому, что работа в первую очередь внутри коллектива, но есть ли доля удачи здесь, на твой взгляд? Или же все-таки это действительно мастерство и только? Смотри, доля удачи присутствует абсолютно в любом успехе. Конечно, она всегда должна присутствовать, удача. Если просто будет не твой день, все тайминги будут не в твою сторону, то, конечно, что ты проиграешь игру и турнир. Но нам хватает немножко удачи, и этого нам достаточно. Вот немножко удачи. Остальное все мы нарабатываем трудом. И я думаю, ключ, именно ключ, за счет чего мы оказались там на вершине, это дисциплина и желание победить. Потому что я не видел в прошлых командах столь много, или как это... Они живут игрой, ребята. Ну, все живут игрой. Как ни зайдешь в зал, где компы стоят, все рубятся в ДМ с друзьями, там воимку гоняют, там бихопят. Ну, в общем, всегда почему-то в КСе. Я им говорю, давайте в другую игру поиграем. Да, что-то неинтересно. Но профессионал на мозгах костей получается. Да, да, да. Слушай, но тебе есть чем сравнить тот состав Гамбит, тот ленидарный, который выиграл Мейджор. В чем разница между двумя составами? Понятное дело, что она колоссальная, но вот именно таргетно попытаюсь сейчас объяснить. Может быть, та команда не так горела игрой по сравнению с нынешним коллективом? Ну, не знаю. Тут сложно мне ответить и говорить что-то в этом роде. Я скажу так, что отличие сильное. Это в первую очередь в скилле и в опыте. В прошлой команде вообще было ноль мандража. Скилл у всех зашкаливал просто. Но очень сильно хромала дисциплина. А здесь в первую очередь дисциплина, да, у вас на первое место? А тут дисциплина. То есть в перспективу мы видим, что дисциплина – это важнее, чем скилл. Это правда. Как оказалось, это правда, да. И Астралис уже это показывали 7-2 года. И сейчас мы тоже потихоньку начинаем показывать людям, что дисциплина имеет место быть в киберспорте. И это, наверное, важнейшая часть на данный момент. Слушай, ты пришел в августе 2020-го. И практически за год, чуть меньше даже, чем за год, вы выворялись с 28-го места мирового рейтинга до 1-го. Честно говоря, вы являетесь также первой командой в рамках СНГ региона, кто первый достигли отметки в 1000 поинтов. Это, конечно, тоже какой-то абсолютный успех. Вот, я к чему подвожу. Я хочу тебя спросить, когда ты пришел в команду, ты расставлял какие-то приоритеты своим тиммейтам? Что нужно поменять? То есть ты видел со стороны своего опыта, какие есть проблемы в команде, и ты давал какие-то советы по-любому. Расскажи об этом немножко. Да, конечно. Очень много работы было проделано с тех времен, и когда пришел в команду, фактор доверия у меня был на высочайшем уровне в связи с моим именем. Ребята слушали... Да и, в принципе, на сегодняшний день они меня слушают абсолютно любую просьбу, любой раунд, который я попрошу. Везде мой голос имеет место быть и меня слушают. Это очень меня радует. И как-то мотивацию мне что ли дает, если честно. Я пришел, да, я играл за команду Винстрайк. Мы тогда заняли второе место на РМРе, обыграв команду Гамбит и Ангстерс. Я сказал, что есть бреши, которые видят таких-то таких-то моментов. И я сразу, увидев, что происходит в команде, я сразу понял, что успех неизбежен, честно. Потому что я не видел столь дисциплинированных, мотивированных и талантливых игроков. Ну, реально, я такого еще не видел. И я понял то, что мой опыт и их дисциплина, если мы вместе это скомбинируем, из этого что-то получится. И была главная задача, чтобы я преуспел и догнал ребят по этим моментам. То есть мне много тоже, чему нужно было учиться в тот момент. Вот мы с тобой в начале интервью немножко поговорили про удачу. И, как мне кажется, все-таки самая главная удача твоя и этой команды в целом, что все-таки найти дисциплинированных, но при этом крайне молодых игроков. Вот в коупе все это вместе. Это действительно огромная удача. Вот эта синергия, которая у вас в команде присутствует, это действительно огромная удача. Абай, я просто желаю вам удачи в рамках этих квалификаций. Готовьтесь. К вам будут готовиться и к 3 в любом случае. Поэтому здесь удачи тебе и твоей команде. И я спрошу тебя, может быть, какие-то приветы или пожелания фанатам, болельщикам, родным, близким. Ты же и папа, еще ты на буткемпе. Ребенка, наверное, уже давным-давно не видел. Первый момент, что я хочу сказать, это большое спасибо за удачу, потому что на РМРе она точно пригодится. Ребята просто голодные. Каждый РМР – это битва. И там без разницы, фаворит и не фаворит. Все друг друга готовы просто порвать. Удача нужна будет. Также хотел сказать, что я буду с семьей, конечно, РМР играть. Я буду с Казахстана играть, кстати, с Пингом. Поэтому это тоже какое-то испытание для меня. Надо выступить очень достойно. И опять же, вопрос удачи здесь актуален. Фанатам большое спасибо за то, что поддерживают. В принципе, мы будем стараться все, чтобы показать положительный результат. И доказать, что мы являемся тир-один командой мира. Абай, спасибо большое. Дорогие друзья, не забывайте накидывать щиты в чат во время просмотра матча с участием команды Гамбит. Но это был Абай Хосенов. Всем огромное спасибо. Абай, огромное спасибо тебе. Всем пока. Пока, спасибо. Спасибо за просмотр. Покажи, кто самая быстрая рука на Диком Западе. Лайк, подписка, колокольчик. Еще увидимся.